Карагандинская область активно готовится к празднованию Дня Первого Президента. Глава региона посетил детский дом Таншолпан. В торжественной обстановке Абельгазик Усейнов вручил воспитанникам детского дома подарки. Из внимания не остался и Аким. В знак благодарности подопечные одарили главу региона памятными сувенирами, изготовленными собственными руками. Мирамбур Слакимбаева подробнее. Детский дом шахтерской столицы Таншолпан сегодня едва вместил всех гостей. Для них воспитанники детского дома по типу семьи подготовили концертную программу и выставку. Главный гость мероприятия глава региона во время экскурсий был немало удивлен новшествами детского дома. В Таншолпане сегодня фото и телестудия, звукозаписывающая студия и типография. Также Абельгазик Олег Парович отметил, что президентом делается все, чтобы дети были счастливы. Вы знаете о том, что сколько сделано в нашей стране, в том числе и для детей. Сегодня глава государства Нарсултан Абельшевич Назарбаев создает все условия для того, чтобы дети в нашей стране были счастливы. Для воспитанников Карагандинского детского дома этот день не только день благодарения. Он стал также днем приятных сюрпризов. В ходе мероприятия Акимобласти вручил детишкам Таншолпан волшебные чемоданчики, в которых имеются наборы для шитья, вязания, вышивания, наборы для юных садовников, также слесарные и столярные инструменты. А ученица шестого класса Татьяна Шишкина в свою очередь поздравила всех с Днем детского благодарения. Я учусь в одаренной школе имени Нурмакова. Я учусь в шестом классе. Я поздравляю всеми с этим прекрасным праздником Риза Шелок. Всех казахстанцам желаю здоровья и успехов. Детский дом по типу семьи Таншолпан начал свою деятельность в 2003 году. И с тех пор они достигли немало высот. Это не только высокие показатели воспитанников в спорте, учебе и творчестве. На сегодняшний день здесь живут 107 воспитанников. В прошлом году в детском доме был открыт дворец юношества МИРАС, рассказывает социальный педагог Гульмира Казайбековна. Вот рядом с детским домом находятся дети, обучающиеся на государственном языке. Мы их возим в общеобразовательную школу номер 18. Также двое детей у нас обучаются в школе для одаренных детей, в школе-интернате имени Нурмакова. Двое мальчиков обучаются в школе для одаренных, в школе-интернате для одаренных детей в спорте имени Али Молдогулова. Акимобласть и Абельгазы Кусаинов, поздравив воспитанников с Днем детского благотворительного праздника, пожелал им дальнейших успехов. Мероприятие продолжилось концертной программой, которую организовали представители детского дома. Ирам Гульсал Кимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.